Портрет был написан за пять сеансов во Флоренции, где и состоялось долгожданное для Г. знакомство с Герцогом. Он был любимым писателем нашей молодости. Я подарил своей жене еще невесте по поводу одной драмы, как самый дорогой подарок. Несмотря на то, что у меня был его фотографический портрет, который он прислал нам через общего нам приятеля, впечатление при встрече было новое, полное, живое. Небольшого роста, плотный, с прекрасной головой, с красивыми руками. Высокий лоб, волосы с проседью, закинутые назад, без пробора. Живые умные глаза энергично выглядывали из-за ставленных век. Нос широкий, русский, как он сам называл. С двумя резкими чертами по бокам, рот, скрытый усами и короткой бородой. Голос резкий, энергичный. Речь блестящая, полная остроумия. Через многие годы уверенно писал по памяти словесный портрет Герцога, рассказывая об этой значительной для него встрече. Портрет свидетельствует о творческом притворении Гэй традиции классического европейского портрета 17 века. Рембрандт, Латур, Караваджо вспоминаются рядом с ним. Это почувствовала и сама модель. Портрет идет напоминание, сообщал Герцог Николаю Огареву в одном из писем. Будто неверный свет лампы или свечи выхватывает из мрака фона часть головы с прекрасным высоким убом и тревожно-горячим глазом, в котором боль, разочарование, тоска, резкие контрасты света и тени, горячий тон, которым написано лицо писателя, словно передает существо его живой, огненной, нервной натуры, чарующей каждого, кто общался с ним. Портрет писателя сумеречные для писателя времена. Герцог постаревший, усталый, раздраженный, во многом разочаровавшийся, не только в России, но и в Европе. Герцог только что принужденный закрыть свою типографию, бросить колку. Стасов Политические горизонты сузились, семейная жизнь сломилась. Он страдал от того узкого мещанства, которым жили в круге знакомых и приятелей его детей. Г. Нахохлившаяся птица с подрезанными крыльями орел неволи. Таким увидел Г. Герцена во Флоренции. По свидетельству Владимира Стасова, портрет Герцена был увезен в Россию тайно, с разными предосторожностями. В это время даже имя Герцена нельзя было упоминать в печати. Портрет провезли через границу, наклеив на живопись тонкий лист бумаги, на котором был слегка нарисован красками Моисея. Вероятно, холст с портретом из тех же конспиративных соображений не был натянут на подрамник, а свернут в трубочку. Сейчас портрет пересекает глубокие трещины грунтового кракелюра, оставшийся след от конспиративных предосторожностей. По приезду из Италии в Петербург Г. поселился на седьмой линии Васильевского острова. Туда на квартиру Г. началось настоящее паломничество желающих увидеть портрет опального писателя. Великолепный, живой портрет Герцена поражал всех. По манере живописи он приближался к тайной вечере, вспоминал Илья Ребин. Великолепный, живой портрет Герцена поражал всех. Великолепный, живой портрет Герцена поражал всех. Великолепный, живой портрет Герцена поражал всех.